Нужно понимать, что в развитии Запада в последние десятилетия обнаружились и весьма тревожные негативные тенденции. Запад стал отказываться от многих своих традиций, традиций современности, традиций модерна, поэтому к западному опыту тоже нужно подходить взвешенно и, так сказать, с умом, критически. То есть, не отвергая огульно все, что там происходит, все, что там делается, но и в то же время понимая, что далеко не все там так уж хорошо. Когда возникла проблема модернизации? Условно можно разделить все модернизации на органичные и неорганичные. Это наше деление, публикации 92-93-94 годов. В западной литературе 50-60-х годов, когда стала разрабатываться эта тема, говорят об эндогенных и экзогенных модернизациях. Эндогенная модернизация – это модернизация, которая, так сказать, идет снизу, это самая модернизация общества, она присуща именно западным странам, где и капитализм исторический вырастал из деревянского базара, из структур повседневности на протяжении долгих... долгого периода времени, совершенствуюсь, разрешая свои внутренние противоречия, переходя от простых форм к сложным. Экзогенная модернизация – это та, которая как бы является ответом на внешние вызовы, и в основном сегодня речь пойдет именно о таких модернизациях, которые продиктованы необходимостью дать ответ на вызов времени, иногда в таких условиях, когда внутренних предпосылок для модернизации нет или вроде бы еще нет. Надо сказать, что Россия была первой страной в мире, которая провела такую догоняющую неорганичную модернизацию. Я имею в виду реформы Петра Первого. Далее, догоняющая модернизация имела место в XIX веке. Можно назвать такие страны, как Германия, Япония и Россия. Особенно это было характерно для начала второй половины XIX века. Модернизация Японии вообще началась после того, как в 1853 году в порт Эду, в Нижнюю Токио, пришла американская эскадра, пришли корабли на паровом ходу, выкатили свои грозные пушки и заставили японские правящие руки и подписать неравноправное торговое соглашение. Тогда до японцев наконец дошло, что беззаботная жизнь в изоляции на островах закончилась. И если не начать учиться у Запада, то можно потерять и свою власть, и сами острова. Толчком к модернизации России в середине XIX века послужило поражение России в Крымской войне. Далее необходимо отметить и опыт Советской России в плане ускоренного, форсированного развития. Кстати, все серьезные теоретики модернизации на Западе в 50-е и 60-е годы неоднократно обращались к опыту Советского Союза, рассматривая его как один из возможных вариантов ускоренного, форсированного развития, рассматривая этот опыт как нечто такое, что вполне могло бы пригодиться для старших тогда независимых многих стран Азии и Африки. Менее заметен в науке опыт стран Северной Европы, Швеции, Финляндии, Дании, хотя на самом деле он тоже по-своему весьма примечательен. В свое время немецкий ученый Дитер Санхаус в середине 80-х годов минувшего века опубликовал книгу, которая рассматривал разные модели форсированного развития и сравнивал в частности две страны. Вполне сопоставимые друг с другом по территории, численности населения и характеру специализации в международном разделении труда. Он сравнивал Уругвей и Данину. В середине второй половины XIX века, это примерно конец 60-х, 70-е и 80-е годы XIX века, обе страны экспортировали продукцию мясомолочного животноводства и не отличались особыми экономическими достижениями на фоне ведущих держав мира. Но датские правящие долги, датские предприниматели вкладывали доходы, получаемые от экспорта мяса, масла и сыра в развитие промышленности. Тогда как уругвайская торговая аграрная алибахия использовала эти доходы для закупки предметов престижного потребления. Ну и где через несколько десятилетий была Дания и где был Уругвай? Дания маленькая страна, но высокоразвитая и богатая. Уругвай, конечно, это не Африка. Там тоже кое-что есть. Но, в общем, Уругвай остался где-то в середине мировой табели ранга. Хотя, может быть, на фоне ряда других стран Латинской Америки выглядит вполне прилично. Так что опыт стран Северной Европы тоже представляет собой немалый интерес, и его нужно иметь в виду, говоря о форсированной модернизации. Ну и, наконец, о модернизации заговорили, когда могла канональная система, когда на весь рост стала проблема развития стран Третьего мира. В связи с этим известный французский социолог тех лет, Реймонер, он писал, «Ничто не мешает странам Азии, Африки и Латинской Америки идти по стопам высокоразвитых стран Запада, используя их капиталовложения, технологии и опыт, как это сделала Япония». Правда, вскоре оказалось, что сделать это им мешает очень многое, и даже Япония, как выяснилось уже позже, в 90-е годы XX века, то есть совсем недавно, не сумела завершить модернизацию, особенно в плане социальных отношений. Говоря о Японии, немножко забегая вперед и отклоняясь от основной темы нашего разговора, я бы вам советовал прочитать художественную книгу, переведена на русский язык перейдийской писательницей Амелина Томб, в которой описана работа Японской корпорации. Вот это художественное произведение, позволяет понять, почему Япония, как выразился один мой коллега, из страны восходящего солнца превратилась в страну падающего индекса. Казалось, что вот те самые традиции, которые японцам долгое время помогали вскоре развивать индустрию, пришли к противоречии с новыми вызывами. То есть японцам нужно, прежде всего, переделаться не в себя. Кстати, та же самая задача стоит и перед нами. Для понимания модернизации полезно выделить три ее исторических эшелона. Кстати, выделение таких эшелонов – это консервированная позиция нашего центра, Центра проблем развития и модернизации Института мировой экономики. Сейчас, конечно, говорить о трех эшелонах можно лишь с очень большой натяжкой, но именно для понимания исторического генезиса процесса модернизации – это деление всего мира, всей мировой системы на три эшелона.